Легендарная лужа Если будете подходить к площади, то верно на время остановитесь, полюбоваться видом. На ней находится лужа, удивительная лужа, единственная, какую только вам удавалось когда видеть. Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа. Первыми встречают нас Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Ведь Миргородская лужа как раз и упоминается в повести о них. Об их таком вот необычном конфликте в патриархальном городке под названием Миргород. А здесь мы видим Солоху и голову, которая смотрит на нее своим похотливым взглядом. И действительно ведь посмотрите, есть на что взглянуть. Вот она, богатство украинской земли. Ну какая же украинская картина может быть без этого животного? Только посмотрите на эту замечательную жирную свинью, которая валяется вот здесь вот в грязи. И если вы захотите попробовать вкусное сало, перейдите дорогу и зайдите на местный рынок. А вот он, казак-патсюк, который смотрит на свои вареники. И вареник этот обмакивается в сметану и влетает ему прямо в рот. И знаете, многих памятников есть свои места, которые вот натирают туриста, натирают до блеска. И вот в случае с этим казаком, это как раз вареник. И честно говоря, именно ими Полтавщина может удивить. Их размер удивляет бывалого кулинарного гурмана. Сразу за фигурами та самая Успенская церковь. Церковь, которая фигурирует как в литературном произведении, так вот и в ряде исторических хроник. В нее также приятно зайти, побыть там, помолясь. А вот Хрестаков, который сидит здесь в позе оперного певца. Вот тот самый аферист Лавкач, и рядом с ним такой себе гламурный котик. И вот от котика можно перейти взглядом вверх и рассмотреть поближе этого прохвоста. И конечно же, ну какая история может обойтись без тех самых персонажей, как Кузнец Вакула и Оксана? И да-да, вот они те самые черевички. Черевички, за которыми Вакула на черте летал сам город Петербург, где жить-то нельзя, но побывать однажды можно. И вот он их презентует, как мы бы сказали сегодня, той самой Оксане, которая так зачаровала замечательного Кузнеца. Такая вот небольшая аллея с несколькими персонажами. И я предлагаю вам прогуляться, посмотреть самому, вспомнив то, что вы читали из произведений Гоголя. А на все остальное будем смотреть с вами одним глазком.